Буркино-Фасо Почему мы не смотрели на африканский континент? Родной город российского диктатора принял гостей – группу визитеров из далекой Африки. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. В тяжелые времена краха международного имиджа РФ искать хотя бы ситуативных попутчиков для политического банкрота приходится, прикладывая невероятные международные усилия. Если ранее по линии МИД было довольно просто договориться о приезде практически любого лидера Черного континента, то теперь СВР и ГРУ месяцами проводят целые спецоперации, чтобы заманить африканцев в российские пенаты. Сейчас вокруг двухдневного мероприятия в Санкт-Петербурге еще клубятся облака информационной пыли. Проплаченные эксперты млеют от приезда полутора дюжин африканских президентов, восхваляя непоколебимый авторитет Путина в странах вроде Эритреи и Бурунди, о которых еще вчера даже не слышали. В тени всего этого пира во время чумы остаются весьма щепетельные вопросы, не разобравшись в которых адекватно, понимать происходящее невозможно. Начнем с того, какой бюджет распилили организаторы главного международного события предвыборной кампании Путина на 2024 год. Очень интересно. На увеселение африканских друзей потрачено около 6 миллиардов рублей. По нынешним временам кругленькая цифра, учитывая падение поступлений от реализации энергоресурсов и санкционные ограничения, действующие против страны. Народ очень жалкий. Указанная сумма сопоставима с затратами на переправу Керчь-Кавказ, которая могла бы помочь уменьшить последствия потенциального уничтожения Крымского моста. Кому нужен-то? Ты понимаешь? Но данная цифра – лишь вершина айсберга, который также включает чемоданы взяток, розданных российскими разведчиками в африканских столицах, дабы уломать африканцев вылететь в Нигерию в снегах. Африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно. Очень недалекие люди могут думать, что крайне прагматичные африканские деятели современности прильнут к Путину на волне ностальгических воспоминаний об антиколониальной помощи СССР, либо ради лекции о построении иллюзорного многополярного мира и путинских отмазок о проигранной в Украине войне. Россия сейчас ведет специальную военную операцию. И будьте уверены, что наш народ вас поддерживает. Мы поддерживаем ваше правительство. Российская пропаганда, безусловно, отравляет умы населения многих африканских держав. Но афролидеры руководствуются иными соображениями. Возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране, чтобы снижать электричество. Кого-то, вроде главарей марионеточных пункт в Мали и Буркина-Фасо, привезли путем военного шантажа. Президенту Зимбабве подарили вертолет. Президенты ЮАР и Каморских островов надеются реализовать африканский мирный план. Африканцев банально волнует проблема грядущего голода на континенте из-за попыток Москвы заблокировать доступ десятков миллионов тонн украинского продовольствия на международный рынок. Хватит, в конце концов. Сделка расторгнута. Когда это в наших интересах, все можно делать. Если это нам выгодно. Более двух десятков африканских держав зависят от поставок украинского зерна либо от ценовой конъюнктуры на базовые товары. Жалкие подачки в виде обещания бесплатно поставить группе стран Африки несколько десятков тысяч тонн зерна никакой погоды не делают. Тем более аттракцион невиданной щедрости связан с очередной кражей зерновых в современно оккупированной территории Украины. Может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Иными словами, получатели данной продукции еще и могут загреметь под нарушение санкционных режимов и в итоге понести куда большие потери, чем объем российской подачки. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Наши африканские друзья, они не просят каких-то подачек. Более того, и на первом саммите, и потом в двухстороннем формате между саммитом и его на этом многие говорили, мы не пришли что-то просить. Не клеится у Путина дружба с черным континентом. Каждый контакт с африканскими визави покупается с большим трудом. Общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. Но для самой России отдача от вложения дефицитных ресурсов не очевидна. К примеру, по планам, товарооборот РФ и стран Африки уже должен был составить 40 миллиардов долларов. Но вместо этого он составляет лишь 45 процентов обозначенной планки. Просто колоссальный провал. Что на практике? Обманули. Других комментариев не будет. Спонсоры путинских потуг в Африке недовольны низкой отдачей от африканского направления. Обещанных золотых гор не наблюдается. Имеют место только издержки. К примеру, даже до красивой цифры в 100 миллионов долларов не дотянули. Так получилось. Ради акции по финансированию Кремлем снижение долговой нагрузки на страны Африки едва наскребли только 90 миллионов. Я вас обожаю, я вас уважаю. Все, игра в одни ворота. Пускать пыль в глаза уже не получается. Планы Росатома по построению АЭС в нищих Зимбабве и Бурунди отрезвляют даже самых отбитых лоялистов проекта Путин. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Безумие окончательно накрыло верхушку страны и конца края кромешной тьме не видно. Я слышала, что они бы все равно их не отдали. Так что сделали благородный жест. А почему в сторону наших граждан не делают такого благородного жеста? Свои всегда потерпят. Знаете, как в семье. С чужими хорошо, а свои потерпят. Потому что свои. Путин сказал, что еще 90 миллиардов долларов планируется выделить на развитие Африки. То есть выделить еще 90 миллиардов. А почему не выделить их на Россию? На развитие нашей страны. Ну все-таки они живут хуже, я думаю. Мне так кажется. А мы богатые очень. У нас столько природного богатства. Мы всем должны, а нам никто.